Сталь по мере своего нагрева постоянно расширяется, а потом по мере остывания приходит свое исходное состояние. Обычное антипригарное покрытие, оно как бы начинает отслаиваться. То есть средний срок службы антипригарного покрытия на посуде из нержавеющей стали наставляет 3-6 месяцев в зависимости от чистоты использования. А потом он просто вот так вот как пленочка, раз так и отходит. То есть сталь вообще не любит антипригарные покрытия. Но англо-американская компания Витфорд, которая на сегодняшний день является мировым лидером по производству антипригарных покрытий, они разработали специальный метод нанесения антипригарного покрытия на сталь. И вот на сегодняшний день идеальным антипригарным покрытием на посуду из нержавеющей стали является всего лишь одно покрытие. Называется оно Excalibur. То есть для того, чтобы вот эти слои постоянно не сдвигались, для того, чтобы не происходило отслойки, нужен какой-то элемент, который будет удерживать это покрытие на стенках, на дне этой посуды. И вот что сделала компания Витфорд. Они разработали метод, который называется газоплазменное напыление. Сначала дно посуды умещают специальную среду без кислорода. Ко дну этой посуды проводят две металлические проволоки из стали 1810. По проволокам подается ток. Под воздействием этого тока на конце проволоки начинает плавиться. То есть образует такая стальная плазма, капля стали. Затем, как только эта капля образовалась, подается инертный газ. Под струей этого инертного газа капля падает на стенки на дно посуды и моментально застывает, потому что сама посуда очень холодная. И получается, что все дно посуды усеяно вот такими вот стальными копьями. Далее наносится в три слоя антипригарное покрытие на основе политетрафторатилена. И получается, что вот эти вот стальные колья, они удерживают дно с антипригарным покрытием. То есть они прошивают насквозь все три слоя покрытия и не позволяют покрытию отслаиваться, потому что это как продолжение дна в самом покрытии. Получается, что у нас все антипригарное покрытие, оно армировано вот этими стальными копьями. Кстати говоря, толщина этого покрытия 43 микрона. А благодаря тому, что здесь используется стальной каркас, можно использовать металлический аксессуар.